В таком положении мы наденем папперс, потом снинем и раскладываем. Это низ и точно также пеленка. Чаще всего мы это делаем, потому что если вдруг есть протекание, это индивидуальный момент, то мы следим, чтобы этого протекания не было, чтобы человеку было всегда комфортно. У нас памперсы и пеленка должны быть посередине. Заворачиваем до середины, таким образом. Я выложила человека, как удобно ей будет потом при обтирании, для одевания бамперса. И подниму полностью всю кровать для ухода. Мне будет удобно, когда человек лежит и вообще всем удобно, если он находится на уровне бедер. И формируем руки. Если нога сгибается, мы помогаем. Фиксируем. Держим. Часто у нас распадаются ноги. Взяли. Повернули к себе. Мне так удобней. Если кому-то удобней от себя, делаем от себя. Фиксируем тело. Формируем. И прикладываем, придавливая матрас. Не тянем по телу. Ни в коем случае. Каждое подтягивание по телу будет нарушать целостность кожи. И пеленка не должна быть выше ребер. Ни в коем случае. Потому что ребра и тут же начинаются легкие. Легкие должны всегда дышать и через кожу. И так. У нас это проблема. Поэтому мы бережем и сразу обращаем на это внимание. И также мы меряем. Получится у меня одеть или не получится? Получится. Я проверила. Сформировала. Держала. Сначала бедра поворачиваю. И ноги. Так. И теперь немного. Человек тут лежит тоже ровненько. И тут поворачиваю. Вот посерединочке мы положили. Теперь. Расставляем немного ноги. Что для мальчика, что для девочек. Очень важно. Одеть правильно памперс. Есть внутренние. Можно вот так. Внутренние уплотнительные крылышки. И наружные. Наружные мы расправляем в стороны. Наружу. Внутренние делаем вот так. И тут формируем вот такой уголок. Чтобы была емкость для впитывания. Быстрого впитывания мочи. То есть мы очень многие одевают вот так. Натягивают. Тут получается гармошка. И памперс сжимается между ног. И моча впитывается недолжным образом. И тогда происходит протекание. И когда мы надеваем. Вот взяли вот так. Сформировали. И тут у нас уже уголок. Обняли. Отпустили. Рюшики сразу же расправлены на месте. И потом затягиваем. Тут можно затянуть туго. Не страшно. Ну и как любит пациент. Пациент. Вот так. Есть памперсы у кого есть вторая жизнь. Тут делаем туго. Вот так. Теперь. Если мы начинаем мыть. Поэтому надели памперсы. Если мы начинаем мыть. И нам нужен. Вторая нужна пеленка. Второй памперс я вот не подготовила. Что мы делаем? При смене. Расстегиваем. Снимаем. Смотрим насколько мокрый или сухой памперс. Чаще всего вот вверх сухой. Мы промакиваем аккуратно вверх. Если сходили в туалет по большому. Протираем этой частью. И всю грязь мы вот как бы вот так рукой. Вот так. Обнимаем. Вот так. И убираем. И сухой частью все спрятали. Вот у нас уже чистое тело. Практически. Далее. Мы берем. Сгруппировали. Повернули к себе. Вот у нас тут все спрятано. Тут открыто. Берем салфетки. Мне очень нравится. Мы можем сложить его так. Как угодно. Ну в общем первое. Так и в четыре раза. Если нужно протираем полностью. Пена. Для того, чтобы расщепить каловые массы. Запах убрать. Сберечь кожу. Вот. И помогает сделать. Ну как помогает быстренько все это убрать. Стряснули. Нанесли. И она быстро начинает оседать. Расщеплять все это дело. Мы потом. Мы потом это все вытираем. Салфеточки сюда складываем. Заворачиваем еще более. И вот так. И кладем вот так. Если придавливаем. Грязно. 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 Грязно.